Сразились с аутсайдерами. Футбольный клуб «КамАЗ» накануне принимал у себя гостей из Кирова, команду «Динамо». В турнирной таблице она на последней строчке. До минувшего вечера не заработала в этом сезоне ни одного очка. И вот почин первое они взяли именно на Челнинском стадионе. Но обо всем по порядку в репортаже с этого полного драматизма матча. Уверенное аутсайдерство противника на протяжении всех 10 туров вселяло надежду в сердца болельщиков «КамАЗа», что победа уже практически в кармане. В такую погоду мы пришли поддержать команду нашу «КамАЗ». Вперед «КамАЗ», вперед родной. С первых же минут автозаводцы показали, кто на поле хозяин. Кировчанам же приходилось лишь обороняться. Правда, челнинцам не хватало везения и в раздевалку команды ушли с нулями на табло. Соперник равный по игре. Но самое главное, что плохо, что за «КамАЗ» играют не наши воспитанники. Наши что-то ленятся бегать. Чего уж могут стать. Наши надеясь победят. Во втором тайме «КамАЗовцы» продолжили натиск. И когда уже казалось, что хозяева полностью завладели инициативой и взяли нити игры в свои руки, как «Динамовцы» вдруг открыли счет. Удача улыбнулась нападающему «Кировчан» Дмитрию Халявину. Ситуация, в которой очутился «КамАЗ» удивила даже самих «Динамовцев». Агрессии по-хорошему в нападении не хватает. Это дело тренера «КамАЗа». Но количество забитых мячей для команды, которая идет в средней таблице, это маловато. Оставшееся время челнинцы всеми силами пытались спасти матч. Надежда на победу вновь вернулась, когда полузащитник Руслан Аюкин сравнял счет. Но большего выиграть автозаводцы не смогли. Даже несмотря на численное преимущество в завершении встречи, за 10 минут до конца за бойцовские приемы на поле «Динамовец» Руслан Архматуллин схлопотал красную карточку. Футбольный клуб «КамАЗ» завершил матч со счетом 1-1. Таким образом, после 11 матчей в активе челнинской команды 12 очков. Три победы, три ничьи и пять поражений. Видно было по игре, что мы владели преимуществом. Пропустили обидный гол, а дальше уже начали атаковать. Забили гол, к сожалению, забили второй. А так, спасибо болельщикам, что подбадривали, гнали нас вперед. Мы это слышали, чувствовали, но, к сожалению, не получилось. Только ошибка наша собственная привела к голу. Дальше мы на полу навал перешли. Не хотелось бы, тем более, что мы не тренировали этот навал, играли немножко неправильно, пленовали, играли в линию. Ну, я расцениваю как игру неудачную. Следующий матч «КамАЗовцы» проведут на выезде против лидеров команды «Зенита Жевск». Ближайшая домашняя игра в следующий четверг, 6 октября. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.